Изменения в текущий бюджет региона. Этот вопрос в повестку дня очередного заседания областной думы вносит дополнительно. Поправки в основном связаны с финансовыми поступлениями из федерального центра. Более 100 миллионов это возврат-возврат по итогам исполнения бюджета прошлого года и более 300 миллионов рублей, которые поступили в текущем году на программы. В основном они касаются сельского хозяйства, это поддержка села и на жилищно-коммунальное хозяйство, переселение светгаварийного жилья и на капитальный ремонт. Еще одно финансовое решение связано с городом. Депутаты рассматривают целый ряд законов, по которым Саратов получит из регионального бюджета субсидии для водоканала, чтобы в дальнейшем обеспечить бесперебойное водоснабжение в областном центре. Более 200 миллионов пойдут на два направления – водоотведение и начало работ по инвентаризации сетей и оборудования. Ситуация крайне сложная, говорят депутаты, но теперь появилась возможность благополучно решить вопрос. МОП «Водоканал» сможет рассчитаться хотя бы частично за электроэнергию, что обеспечит бесперебойную подачу воды в помощи областного правительства и благодаря закону, который принят сегодня. Самое главное – это обеспечить уже в реальной перспективе поиск стратегического инвестора через концессию или через какие-то другие механизмы частного государственного партнерства, чтобы мы могли начать реанимацию МОП «Водоканал» уже реально. Также депутаты принимают ряд социально значимых решений, долгожданных для многих жителей региона. От транспортного налога будут освобождаться многодетные семьи на две машины, в том числе, особенно, что касается пассажирских газелей. Сегодня было принято решение по предложению Министерства спорта о том, что наши спортсмены, те, кто достигают высоких результатов на чемпионатах Европы, на чемпионатах России, будут иметь дополнительную социальную поддержку. Бурную дискуссию среди депутатов вызвали поправки их ульяновских коллег – федеральный законопроект о прямых выборах губернаторов. Некоторые парламентарии посчитали, что предложенные изменения станут лишним фильтром и просто задушат демократию. Однако те, кто внимательно изучил документ, заверяют – все как раз наоборот. Поправки направлены на то, чтобы кандидатами в губернаторы становились самые достойные из достойных. Кто только не будет выдвигаться, и городские сумасшедшие, и неадекватные. Но мы же всегда говорим о том, что губернатор должен быть как можно ближе к народу. Поэтому куда уже ближе, если от 5 до 10% депутатов местных собраний, те, которые ходят по земле, те, которые вообще ближе к народу, они в поселках избираются, они проголосуют за кандидатуру выдвинувшегося губернатора, конечно же, это будет подтверждением того, что человек этот достойный. Под занавес депутатам предстоит принять еще и ряд внутренних решений путем тайного голосования избрать председателей пяти комитетов. По итогам волеизъявления курировать спорт, туризм и молодежную политику будет Наталья Линдегрин. Культуру, общественные отношения, информационную политику Николай Чукалин. Комитет по социальной политике возглавил Игорь Водиненко. Комитет по экономике и земельным отношениям Сергей Богомолов. А вот кандидатуру Леонида Песнова на пост председателя комитета по ЖКХ парламентарии не поддержали. За него проголосовали меньше половины от числа избранных депутатов. Повторная процедура по этому вопросу теперь состоится на следующем заседании Думы. Продолжение следует...